Валентинович, пожалуйста, Ваш послематчевый комментарий. Нам где-то это помогло в плане психологии. Потом оказывали давление на соперника. Играли дома, хотели добиться положительного результата, потому что последнюю домашнюю игру мы проиграли. В Казани игра где-то может быть была равная. Нам отступать уже некуда, поэтому играли и хотели выиграть. Такой счет сложился. Может где-то это нам помогло в удалении соперника, но так сложилось. Игра, матч. Валентинович, у тебя вопроса? Валентинович, Валентинович, 90 минут полностью отыграл весь матч. Сможно ли его по такой игре считать уже игроком основы? Я тут какая игра? Шестая или пятая? У меня вопросы начинаются про Ванбергарова. Я уже сейчас не знаю, что думать. Так я на него поставил все. Я на него поставил, поэтому не мог не спротивиться. Давайте начинать вопрос про бизика или еще про кого-нибудь. Может и вот туда будет. Но если серьезно, мы же опять же оцениваем состояние своей команды, схему игры своей команды. Кто в той или иной системе против какого соперника может сыграть. Мы выбрали, считаем, не просто так. Это Ванбергарова в Казани сыграл очень хорошо, качественно. Да, сегодня тоже. Поэтому мы могли поменять, но мы понимали, что уже третья игра за восемь дней. Кто-то может не выдержать, кого-то надо будет подменить. У нас всего три замены. Поэтому мы держали. Последнюю замену мы уже Живоглядов сам попросил замену. Поэтому мы выписали Сухова. А то, что касается, то, что всю игру, молодец. Что можно сказать? Он потихонечку вливался в коллектив, в тренировочный процесс и своей игрой показался. Не забил мяч и хорошо играл. Пожалуйста, Ваши вопросы. Владимир Владимирович, издание спорта. Чем был обусловлен выбор пенальтиста Ванга? Его личное решение? Решение команды или Ваши? Ну, Вы знаете, то, что команда наша давно не забивала. Тот пенальти, который не забили последний раз, Ти. Ну, я вообще это на установке объявляю, кто капитан, кто пробивает. Группа игроков из двух, из трех человек, 11-метровый. В данный момент я сказал, что у нас капитан Йокиш, 11-метровый, Вамбергард, Ванак и Белинов. Вот они выбирали из трех. А по ходу игры, конечно, может все поменяться. Кто-то, кого-то заменили, у кого-то травму или еще-то. Вот. Спасибо большое. Ваши? Если не на том, то, что Владимир Владимирович, а в прошлому отчитать, что пропустил со стандарта, кто билет свои со стандарта, до этого до Вас еще команда пропускала «Динамо», когда совпадает «Истерика» вообще, в принципе, все автоматичные. Ну, ну, четыре игры же не пропускали со стандарта до этого. Пропускали, наоборот, с СССР забили со стандарта. Тут, да, соперник на это уповает, я имею в виду, Рубин на лучших своих козырях. Сорокин там пять-шесть мячей уже забил со стандарта. Мы на это попались. Тут хорошая подача, Бехфалви лучший игрок. Вот команда вверху он забивает, до этого он Рубинов забил тоже со стандарта. Поэтому каждая команда хочет максимум своих козырей взять. Мы над этим работаем, мы стараемся, пытаемся, но мы же не можем только состав ставить с акцентом того, что при стандартах у нас высокие, там играли игроки, кто борьбу хорошо ведет. Поэтому где-то найти надо за середину. Будем исправлять. Конечно, нам это неприятно, то, что пропускаем. Мы уже, если видите, то и персонально играли, то зонно играли. Ну, он устал, он еще в первом тайме сказал, что задохнулся, но он полностью выкладывается. И поэтому я заменил, в принципе, его на игрока, на быстрого, кротого. И он хорошо сыграл. В принципе, и добавил скорости и взаимодействия в обороне на фланге. Прошу, Ваш вопрос. Слайв сегодня забил два, вышел на первое место среди двадцать луфы. Насколько определяющий ли вывод для игрока? Это первый вопрос. И второй вопрос. Йокичу на второй матч играть центрального защитника, насколько довольны к лезтью? Он до меня играл. Некоторые для центрального защитника я имею в Йокич. Да, если с последним вопросом я доволен. Если бы не был доволен, он бы не играл бы вторую игру на этой позиции. У нас предыдущая игра была сложная в плане того, что у нас Недорчара пропускала, и у нас право мы не могли, ну, то, чтобы понять, а выбрать, да, кого ставить. Для того же Йокича, право центрального защитника. Йокича туда поставить или же задвигать всю оборону. Ну, мы пришли ко второму варианту. Сегодня мы предполагали, что команда быстрая, команда будет обыгрывать один в один. И поэтому мы и Аликину дали отдохнуть. Он две игры играл все. Тут и круговой себя хорошо показывает, и зарекомендовывает. Ну, поэтому мы приняли решение выйти таким. Что касается Слая, да, то все прекрасно понимаем его качество, да, в атаке. Мы стараемся его как бы развить, эти качества. Ну, вы сами видите, то, что хорошо использует моменты, хорошо завершает. Мы будем дальше продолжать. Наоборот, будем радоваться, то, что в нашей команде появился бомбардир, который помогает команде. А футболисты будут только ему еще больше помогать, если речь идет о том, что там еще больше он забил. Еще один вопрос. Есть заключительный вопрос. Атакующий полузащитник, да, он играл в тройке. Хауф сегодня начинал. Потом мы чуть-чуть перестроились, он на свое привычное место правее ушел. Но вообще это первый раз в игре? Нет, он до этого играл. Ну, я не знаю, вы же ходите сюда на пресс-конференции. Но вы не помните, а помощники мои помнят. Мы разговаривали, и я с ним разговаривал. Он сказал, что мне эта позиция знакома. Да, просто, наверное, ближе к атаке ему лучше, да. То есть, сообразительных. Таких, как у Карпа того же, там, у Тиля у него, может быть, нет. Ну, слава Богу, что мы перестроились, поняли, что где наши проблемы. Ну, опять же, сейчас можно говорить, что выиграли так, да, 4-1. Если бы проиграли, было бы другие там разговоры. Ну, так сложилось. Мы только рады. Спасибо за вопрос. Спасибо. Пожалуйста, Вадимович, пожалуйста, ваши комментарии. Как комментарии. Проиграли. Уфу с победой поздравить. А нам прийти в себя. Понимали, что будет тяжело. У нас за неделю матчи такие получились. И с Рубином важный, да, большой выплеск эмоций. В Самаре такой же, наверное, по настрою, по накалу. То есть, приехали сюда, понимали, что будет непросто. И у нас, по сути-то, два дня восстановления было. Ребята живые люди. И вы видите, эти ошибки, это только связано с какими-то, наверное, эмоциями. Не более. Восстанавливаться, двигаться дальше. Перейдем к вопросу. Это доказ. Хорошо. Спорт и здоровый образ жизни. Дмитрия Владимирович Ковова из состава УФО вы сегодня выделили? Слушайте, есть главный тренер УФО, он выделяет, а у меня есть своя команда. Интересно с вашей стороны. Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста. Вы заметили, что у нас еще на одного меньше встало? Да? Потом уже. До этого уже уроки встало. У нас все. Вы мне это вопрос задаете или комментируете матч? Нет. Я просто в связи с тем. То есть согласны ли вы с тем, что все-таки во втором тайме немного Урала потерял активность? В этом случается. Активность потерял, потому что получили пенальти, да, и, конечно, какую-то нервозность этот гол внес. Не более. И заключительный образ? Дмитрий Владимирович встанет в спорте за область. Команда «Урал» в целом всегда претендует на Еврокубки. По вашему мнению, какие линии, какие позиции в вашем романе? Какие-то лозунги, не хотелось бы говорить. У нас есть еще чемпионаты, есть матчи, к которым нужно готовиться. У нас еще есть матч на кубок, тоже важный. Поэтому мы сейчас думаем об этом. Больше всего. Спасибо.